Современный город Мехико. Самый большой по площади мегаполис в мире. С огромными пробками, вечным смогом и бесконечными кварталами трущоб. Трудно поверить, что когда-то на его месте находилась настоящая американская Венеция. Город Тиночтитлан. Столица крупнейшей Индийской империи ацтеков. Образовывая нефритовые круги, раскинулся город на воде из лучей и свет, словно пироги Цаля. Это Тиночтитлан. Так поэтично описывали древние Мехико сами ацтеки. Для их правителей он казался таким же вечным городом, как Рим для его императоров. Но история распорядилась иначе. Чтобы понять, как могла погибнуть от рук 500 испанских воинов величайшая американская цивилизация, нужно вернуться на несколько столетий назад. В те времена, когда будущая столица империи, город Тиночтитлан был основан на озере Тескока. Это случилось в 1325 году. По легенде, в одном из видений индейскому жрецу из племени ацтеков явился бог солнца и сказал, идите туда, где растет кактус, на котором вольно сидит могучий орел. Там вы должны остановиться, где орел, расправив свои крылья, будет поедать змею. Там и будет ваш город Мехико-Тиночтитлан. Ну, они 200 с чем-то лет бродили по Мезоамерике, по Северной Мексике. И когда пришли в долину Мехико, там уже были города-государства, достаточно развитые, культурные. Вот они постепенно, в качестве наемников, находясь у ряда сильных этих государств, они образовались и потом с помощью завоевания превратились уже в архаическое государство. За два столетия небольшое поселение ацтеков Тиночтитлан разрослось в огромный город с численностью населения около полумиллиона человек. В его центре были возведены величественные пирамиды храма и дворцы знати. К началу 16 века здесь проживало уже более 20 разных родов. У каждого из них был храм с верховным лидером, который представлял свои интересы в Совете племен. Во главе государства стоял вождь Тлатаани. Этот титул буквально оратор означает. Почему? Потому что правители у ацтеков и жреческие функции исполняли. Но это все-таки был светский правитель. Он был прежде всего военачальник, он был знаток законов, администратор, он был судья главный, так сказать. И тоже он исполнял какие-то обязанности жреческие. И он должен был уметь хорошо говорить, выступать и перед элитой, и перед народом. Большую часть населения города составляли крестьяне, имевшие на дело земли в окрестности. Сегодня они известны как Ченампе – искусственные островки плодородной почвы и зылые водоросли в пригороде Мехико. И эти ацтекские плантации когда-то приносили урожая до семи раз в год. Вообще город был очень, по нашим даже современным масштабам и представлениям, довольно ухоженный. Там было около тысячи подметальщиков улиц, которые каждый день подметали. И каждый руководитель муниципалитетов современных, ну, допустим, кварталы большие и малые, вот они следили за этим. Плюс у них были туалеты, или лодки стояли, или там, значит, мусор и все прочие нечистоты ходили по специальным этим самым дренажным в озеро. А озеро периодически обновлялось, вода проточная была. Поэтому в плане гигиены было очень неплохо. Общество ацтеков представляло собой вполне развитую цивилизацию. В нем была четко выстроенная вертикаль власти. Во главе стоял верховный правитель, Клатаани, ниже каста жрецов. Далее воины, затем торговцы, купцы и ремесленники. И в самом низу рабы. Древние жители Тиночтетлана имели множество богов. Главными среди них были бог дождя, тлалок и бог солнца и войны, Уицелопочтли. Именно в их честь был воздвигнут храм-святилище в центре города. И именно этим богам приносились самые кровавые жертвы – люди. Человека привязывали к столбу, вот так вот. А потом его тыкали в течение дня или копьями, или, так сказать, там, острыми стрелами, для того, чтобы он потихонечку истекал кровью. Потому что считается, что пока кровь не свернулась, то душа на свободе. И вот она, душа, курилась, выходила из этих ран, и она отправлялась к богам. Эти обряды определили воинственный уклад Ацтекской империи. Вот нужны какому-то празднику для какого-то бога жертвы. А жертв нет, войны в этот момент не ведутся, пленных тоже нет. Поэтому договариваются с каким-то таким, часто даже с союзниками, что вот битва, война цветов. Мы сражаемся, но сражаемся не столько убивать друг друга, сколько взять в плен. И примерно так определяют, какое количество с каждой стороны. И тем нужно же, они же, все эти племена, наула, у них религия была одинаковая. Помимо этого, в своих войнах Ацтеки часто использовали специальных осведомителей. Это целая разветвленная сеть торговцев по ЧТК, которые одновременно еще являлись собственными разведчиками и шпионами. Поэтому трудно представить, что правительства Ацтекской державы не знали о появлении каких-то новых людей с новым оружием и так далее. Этими новыми людьми в 1519 году от Рождества Христова оказались испанские конкистадоры. Они высадились на восточном берегу ацтекских владений. Их было всего 500 солдат. Но по иронии судьбы, высадка испанцев совпала с началом ацтекского священного года Сеактль, когда с востока должен был вернуться бог Кецалькуатль в образе белобородого мужчины. Существовали предсказания, пророчества о том, что Кецалькуатль, божество одновременно еще, и в нем соединены черты реального исторического правителя Талана и черты культурного героя, что он должен вернуться в год Сеактль, один тростник, который пришел на 1519 год. Итак, волею случая, Кортес и его конкистадоры оказались божественными посланцами в глазах ацтеков. Они не могли даже представить, какую злую шутку с ними сыграет вера в пророчество о Кецалькуатле. В то время как Ацтекская империя вела свои священные войны цветов и проливала кровь во имя Бога Солнца, за океаном креплой росла другая мировая держава – Королевство Испания. Особую роль сыграла политика династических браков, которые активно проводили в Европе Габсбурге под девизом «Австрия должна править миром». В итоге в 1515 году на испанский престол взошел внук императора Священной Римской империи Максимилиана I Габсбурга Карл V. Он был сыном австрийского эрцгерцога Филиппа Красивого и испанской королевы Хуана Безумной. Он по своему происхождению мог претендовать сразу на несколько престолов, но нужно было подкупать и местную знать, и элиту, и армию держать под ружьем на случай военных столкновений. Поэтому всегда требовалась воинская сила, тем более мелкопоместные дворяне, Идальго, которых мало что было за душой, они только умели воевать. Именно из армии этих Идальго и были собраны первые отряды конкистадоров, которые после войны с арабами и французами остались не удел в своей родной стране. Их взоры устремились на запад, откуда Христофор Колумб принес весть об открытии Нового Света. Тогда же Карл V начал выдавать первые распоряжения о снаряжении экспедиции на Кубу. Главным условием императора было то, что все завоеванные земли автоматически объявляются владениями испанской короны. На случай переговоров с местными жителями король предписывал защитывать туземцам специальное требование добровольно покориться солдатам Его Величества. Нельзя нападать просто так даже на язычников, надо им официально объявить о правах испанской короны на новой земле, реки Ремьенто. Вот это очень важный момент. Именно такое послание было вручено Кортесу, когда он снарядил свою первую экспедицию к берегам Мексики. В распоряжении молодого капитана оказалось 11 кораблей и около 500 солдат, а также 10 пушек и 32 лошади. Первые стычки конкистадоров с индейцами произошли на полуострове Юкатан в марте 1519 года. Это были племена майя, культура которых произвела неизгладимые впечатления на испанцев. Они пришли в ужас от обряда кровавых жертвоприношений и разрушили святилище местной богини Ишчель. После этого Кортес приказал установить взамен идола, крест и статую Дебы Марии. Формально под оплёкой всех его действий была, конечно, христианизация, безусловно. Потому что вот он представитель католической державы, которая имеет право на завоевание прежде всего в силу того, что они христиане, а местные жители язычники. Но вот по его сообщениям не видно, что вот он так старался. Нет, он был нормальный в этом смысле солдат, он тюрист. Им интересовало его прежде всего золото, земли, завоевание, добыча. От местных жителей испанцы узнали о великой стране Мишико, лежащей, по словам индейцев, в глубине материка. Это были владения ацтекского императора Мактесумы, о которых Кортес воодушевлённо писал в своём послании королю Испании. «Светлейший государь, я рассказал о том, что дошли до меня слухи о великом правителе по имени Мактесума. И нет такого человека, кто не был бы подданным Мактесума, подразумевая, что Мактесума – владыка мира. Я попросил дать мне золото для вручения вашему величеству, на что посланцы ответили. Ежели Мактесума прикажет, то и золото, и он сам, и всё, чем он владеет, будут в моём распоряжении». «Шла игра, кто кого перехитрит. Мактесума хотел, чтобы они ушли, подарками богатыми их там ударял. А Кортес всё больше понимал, что он в богатой стране, и нужно получить, как говорится, возможность ею завладеть». Столь странное замешательство индейского правителя оправдывает гипотезу о том, что Мактесума всё же принял Кортеса за бога Кецалькуатля. «Он всё время думал, что это за люди странные, и плюс там ему некоторые жрецы говорили, что, может, это вот был такой бог Кецалькуатл ещё за 500 лет до него, у тальтеков». Но в сохранившихся до нас хрониках испанцев нет ни единого намёка на то, что конкистадор был принят за перевоплощённого бородатого бога Кецалькуатля. «По сообщениям Кортеса, на самом деле не видно, чтобы вот там кто-то сильно преклонялся перед ним, считал его там воплощением Кецалькуатля. Похоже, что эта идея была придумана уже несколько позднее». По мнению историков, эта версия была выдвинута уже самими монахами-доминиканцами, которые сопровождали конкистадоров в их походе над Теночтетлан. Священники сознательно примешивали язычество к христианским законам. Так было легче обратить в свою веру индейцев. Синкретизм начал, естественно, возникать, вот эти синкретичные религиозные формы с самого момента появления испанцев. Поскольку монахи навязывали христианство, то есть понятно, что индейцы отвертеться от этого дела не могли, и они вынуждены были как-то состыковывать свои представления с христианской догмой. До сих пор неизвестно, что послужило реальной причиной того, что император Мактасума все-таки дал мирно войти испанцам в свой священный город и принял со всеми почестями при дворе. Вера ли это в миф о Кецалькуатле? Боязнь ли огнестрельного оружия? Но что бы это ни было, испанцы достигли своей цели. Они вошли без боя в неприступный Теночтетлан. Испанцы действительно вошли мирно в город, их пустили. Но дальше почти наверняка они сразу, когда их пропустили в центр города, их сам Монте-Суму встречал, они захватили его и всю верхушку, правящую Ацтекскую, в плен. И уже от его имени, так сказать, стали править. Это случилось в ноябре 1519 года. Так начался стремительный закат Ацтекской империи. Столкновение Пока Кортес праздновал победу в Теночтетлане, на Кубе узнали о его самоуправстве и отправили на поимку конкистадора новый отряд из 500 солдат. Но будущий покоритель Мексики не растерялся и выдвинулся навстречу испанским войскам. В столице Ацтеков он оставил лишь небольшой гарнизон во главе с ближайшим соратником Федро де Альварадо. Но именно это назначение стало роковой ошибкой Эрнана Кортеса. Более тысячи жрецов и представителей знатных родов Теночтетлана были заманены в храм и жестоко убиты. Там кровь текла рекой. Люди там пытались спрятаться. А куда спрятаться? Ответственные стены, каменные все. Ну и когда в городе узнали об этой резне, то, естественно, город восстал. Воинов там хватало. И поэтому тут же Альварадо оказался осажденным в этом дворце, где была штаб-квартира у испанцев. То, что Педро де Альварадо совершил резню элиты в местном храме, практически похоронило все старания Кортеса. Испанцам пришлось бежать из города. Не помог неподоспевший с отрядами Кортес, не плененный испанцами Мактасума. От его лица попытались поставить под контроль Тиночтетлана всю империю. Соответственно, Мактасума был ранен, скончался. И вот тогда уже испанцев изгнали. Кровавое отступление испанцев, потерявших большую часть своего войска, произошло в ночь с 30 июня на 1 июля 1520 года. Но уже следующей весной, 13 мая, Кортес вновь оказался у стен Тиночтетлана. На этот раз он выступил с многотысячным войском индейских союзников и после неудачного штурма взял город в осаду. Бои были ожесточены. Три месяца продолжалась осада. И только в конце, когда голод, болезни, там же эпидемия началась, испанцы принесли болезни, всякие оспы. Вот. То есть практически, когда город был взят, он весь был разрушен и уцелела там какая-то ничтожная часть. Многие полагают, что ацтеки проиграли так, как иначе относились к войне. Потому что их парализовала мощь испанской армии и миф о воплощении Кортеса под видом индейского бога Кецалькуатля. Самое главное – это вовсе не столкновение между испанскими и индейскими отрядами, а столкновение между Текумом в образе своего духа-спутника. А на помощь испанцам приходят их различные покровители. Там девочка вся в белом описывается, много-много птичек без ног, которые летали вокруг Петру Дальварадо, его защищали. Ну и святой Иаков Сантьяго, который вообще был главный покровитель испанских дворян, и дворянство в целом, и рыцарство. Вот он тоже там спускается и тоже помогает испанцам отразить индейскую атаку. В свою очередь, один из солдат Кортеса, Бернальдиас, писал в своих дневниках, что несколько раз его соратникам чудилось, что на стороне испанцев действительно воюют апостол Петр и святой Сантьяго. На самом деле, военные действия происходят в сакральном пространстве, а вовсе не в реальности. Ничего про то, как Текум расставил свои отряды, где у него был правый фланг, где левый, как там прачники и камни кидали, копейщики атаковали, ничего такого нет. Но все же дух испанцев оказался сильнее. И если оценивать объективно, в этом столкновении цивилизации испанцы просто оказались лучшими стратегами. Силы были неравны. Кроме этих самых испанских солдат в завоевании Теншелана и штурме участие принимало десятки тысяч союзников индейских. Там испанцы были как цементирующие направляющие силы. Можно почитать, как штурмовые колонны по всем трем дамбам двигались. Там, скажем, тысяч 30-50 индейских союзников и там несколько сот испанцев. В результате трехмесячной осады оттеночи Тетлана не осталось практически камня на камне. На его месте была построена столица нового государства. Вице-королевство, новая Испания, город Мехико. Из развалин главного святилища ацтеков возвели самый большой католический храм нового света. Сегодня он известен как Национальный кафедральный собор Мексики. По иронии судьбы, Мексика сегодня – это самая крупная католическая страна в мире. Ее население продолжает быстро расти, сохраняя при этом неповторимые колориты смешения языческих и христианских традиций. Трудно представить, что этих богобоязненных индейцев когда-то считали детьми дьявола, не имеющими душу. Известно, что булла папская о том, что индейцы обладают человеческой душой, тоже вышла, в общем, официально, была опубликована, значит, только в 1330-е годы. А до этого, в общем, постановления Святого Престола о том, индейцы люди или не люди, не было. Примечательно, что сами индейцы верили, что существует не одна, а несколько душ у человека. Душа дыхания, душа кровь, то есть это вот… Там же целый набор вот этих. Душа призрак – это тот, который болтается несколько дней после смерти. Вот там 9 дней вот этот вот сроки, 40 дней вот. Поэтому вот эти вот душ, там целый набор. И душа та, которая возвращается в качестве души дыхания для реинкарнации. То есть вот она, скажем, когда человек умирает, душа эта отлетает в виде мух таких вот. Таким образом, задача для христианских священников намного усложнялась. Нужно было спасать не одну, а несколько душ у каждого язычника. Но в то же время многие индейские ритуалы прекрасно сочетались с догмами католической церкви. Первое у них подношение – это маис и какао. И вот они приходят, они это ставят на алтаре перед, так сказать, главными образами. Потом там идет служба, молитва. А потом они в полном молчании поедают маис и пьют какао. Почему? Потому что в представлениях индейцев маис – это плоть человека, а какао – это кровь человека. То есть они совершают то же самое причастие христианское, но это причастие получается индейское на самом деле. Чтобы не потерять прихожан среди коренного населения Мексики, испанским монахам пришлось закрыть глаза на подобные пережитки язычества. Хотя, по мнению некоторых ученых-американистов, они на самом деле не изжили себя и в христианстве. Вот идут люди в церковь. Все там едят плоть Христову, пьют кровь Христову. Это тот же самый ритуальный каннибализм. Но мы же не будем говорить, что люди вот едят мясо человеческое. Вот все человечество идет по пути ухода от вот этого реального, так сказать, поедания человека человеком или принесения жертв путем формирования вот этих вот самых заменителей. Но изначально наиболее сложным вопросом была проблема понимания индейцами образа распятия Иисуса Христа. Когда им начали рассказывать про Иисуса, индейцы мои сказали, ой, Господи, да что нам объяснять, мы же все понимаем, у нас точно так же все это. То есть они это восприняли совершенно позитивно, то есть понятно, что да, это вот посланец, значит, этот Иисус, который уходит к своему богу, к предку, к богам туда, значит. Поэтому эта логика была абсолютно вот такая же вот индейская. Но именно это извращенное, по мнению европейских священников, понимание веры Христовой привело к событиям, известным как аутедафе, то есть к сожжению языческих рукописей. Это случилось в Мани в 1562 году. Началось оно все с того, что донесли настоятелю монастыря о том, что в пещерах был распят младенец. То есть индейцы для того, чтобы, так сказать, вот сделать вот это вот жертвоприношение, то есть, понятно, избавиться от гнета испанцев, видимо, действительно посыл был очень сильный, они распяли младенца, а распяли уже на модель, по модели, естественно, Иисуса. После этого католическая церковь ожесточила гонения на индейцев-язычников. Костры инквизиции заменили собой жертвенные камни древних ацтекских и майянских храмов. Единственное, что они не понимали такую вещь, потому что вот индейцы, скажем, они прежде чем, когда человека, так сказать, приносили в жертву, то есть вот извлекали эту кровь, это мучительное, в общем, и долгое дело. А, кстати, Иисус тоже не случайно-то, он там мучился-то долго. Вот, истекал кровью. Тоже самое вот древнее мышление-то за этим стоит. Вот, то есть они ему давали еще наркотик обезболивающий, чтобы человек не страдал. И они говорили, что испанцы, они, в общем, звери, конечно, раз они своему, там, европейцы, раз они своему Иисусу не дали вот этого вот обезболивающего. Их с точки зрения варварами были белые как раз, а не они. Одним из главных заступников индейцев после завершения конкиста выступал францисканский монах Бартоломео де Ласкасос, в честь которого сегодня назван город в мексиканском штате Чьяпас. Ласкасос был одним из первых, кто отстаивал идею о том, что индейцы потомки Сима, что они потомки, значит, пропавших колен Израилевых, с тем, чтобы вот доказать, ну, а потомков Сима нельзя порабощать, значит, потому что, значит, потому что вот они полноценные в этом смысле люди. Значит, и поэтому, с одной стороны, очень многое сделал для того, чтобы не обращали в рабстве индейцев, а с другой стороны, в результате этого начался активный ввоз рабов африканских. Поэтому такой гуманизм очень своеобразный, конечно. Ну, гуманизм 16 века – это не современный гуманизм. История столкновения нового и старого света, как любых других цивилизаций, полна противоречий. Испанцы были поражены архитектурным великолепием Теначтетлана, но стерли его с лица земли. Они были шокированы кровавыми жертвоприношениями ацтеков, но вскоре сами начали гонения и изощренные пытки инквизиторов, которые длили здесь несколько веков. Страна оказалась под гнетом колониального рабства. Лишь в 1821 году, спустя 300 лет после падения Теначтетлана, Мексика объявила независимость от испанской короны. В память о великом индейском прошлом символом новой страны стал орел на кактусе. Тот самый, который, по легенде, указал ацтекам место, где должен был быть основан Теначтетлана. Город, который ныне известен как Мехико. Прямой наследник испанской и ацтекской культур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин